золотой бензин или сказ о том как топливо дорожало только в этой просто фантастической истории хэппи-энда не предвидится салим до стар с вами тимир гали ахат и проект прямо покунаева мы начинаем в правительстве наконец заметили из-за чего возникает дефицит топлива ну и решили как говорится с этим бороться может потому что кабмин то новый но относительно он как бы и новый решение у них такие пока сырые что ли ну давайте по порядку буквально на днях на всех огорошили новостью что горючее подорожает цены на бензин поднимут на 11 процентов она дизель на 20 с этой радостной вестью выступил теперь уже бывший министр энергетики а ныне советник президента казахстана было так чулаков чуть позже на специальном сайте где публикуются проекты важных документов типа для обсуждения с народом появился и этот приказ главы ведомства в нем и прописаны новые цены на розничную реализацию нефтепродуктов изжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта и так после утверждения приказа а это произойдет 12 апреля бензин марки а и 80 будет стоить 89 тенге за литр бензин 92 и 93 будут стоить 205 тенге а с дизелем вообще сказочная история она теперь обойдется в 450 тенге за литр правда это для заграничных товарищей для казахстанцев же и до 100 литров в сутки цена поскромнее 295 тенге за литр для водителей грузовых машин и автобусов норма может быть увеличена до 300 литров в сутки но давайте признаем честно все эти лимиты на практике весьма обтекаемы мы все это уже видели как говорится проходили знаем мы вот не решаем это казахстанские фуры нам не дают вообще а вам дают это видео снято на заправке в западном казахстане 7 месяцев назад авторолика спрашивают у водителей больших грузов по какой цене им отпускают дизель ответ вы слышали сами все можно решить автор видео утверждает что казахстанским водителям дизель отпускают на этой заправке не более 30 литров на руки а для иностранцев безлимит в итоге кто страдает правильно опять казахстанцы а вот еще история от журналистов которые побывали на границе казахстана и кыргызстана это было прошлым летом тогда отечественные пограничники подсчитали что всего вывозом бензина через пункт пропуска курдай занимаются около 700 авто как вывозят схема довольно таки проста снимают машины заводской баки надувать его чтобы он стал больше то есть какое-то видимо специальное расширение если по норме он вмещает в себя 70 литров то после этого надувания туда вмещается уже 80 а то и 90 заправился такой водитель в казахстане переехал границу и слил казахстанский бензин уже в кыргызский бензовоз а сделать пограничник собственно говоря ничего не может по всем документам и нормативно правовым актом разрешается вывоз бензина в баке автомобиля предусмотренным заводом-изготовителем и плюс еще и 20 литров в канистру то есть формально никаких правил и законов нарушено не было но бензин как говорится все таки утекает вот и на этот раз обрадовавший казахстанцев министр поведал что сдерживать цены дальше не было никакой возможности ну и в целом смысла потому что это грозило якобы нехваткой гсм на внутреннем рынке у нас же цены ниже чем у соседей результате все больше растут объемы перетока топлива в соседние государства а на резонный вопрос ограничить вывоз он ответил что это не даст должного эффекта я бы наверное с этим поспорил да что уж теперь интересный конечно у государства способа борьбы с теневой экономикой по сути наказать своих же граждан повышением цен чтобы другие не покупали приезжий как приехал такие у ей а мы как жили тут так и останемся только вот жить дороже будет это как говорится бей своих чтоб чужие боялись сегодня кстати после заседания правительства не так давно вновь утвержденный премьер-министр алихан смайлов вышел к прессе и заявил практически то же самое что я к чулаков накануне первый шаг нового правительства народ запомнит надолго это непростое решение но мы вынуждены такое решение принимать если сейчас этого не сделать то ближайшее время мы столкнемся с дефицитом горюче-смазочных материалов в казахстане очень высокий уровень потребления горюче-смазочных материалов например если дизель взять то на душу населения в год потребляется 370 литров на человека в той же россии это всего лишь 225 литров в кыргызстане 98 литров узбекистане 44 литра или 8 раз меньше при этом уровень потребления в основных секторах экономики серьезно не изменился это связано с ростом вывоза горюче-смазочных материалов соседние страны транзитным автотранспортом и по серым схемам экспорта в итоге наше дешевое топливо разными путями вывозится в соседние страны марте потребление выросло на 15 процентов по сравнению с мартом прошлого года если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен соседних странах то мы столкнемся с дефицитом того же дистоплива в объеме 850 тысяч тонн по текущему году получается что наше дешевое топливо работает не на наши национальные интересы а работает на экономике наших соседних стран в результате если верить примеру получается что предотвратить вывоз топлива мы никак не можем и допустить чтобы соседние страны обогащались за насчет тоже а ухудшить положение своего же населения при этом да пожалуйста или я чего-то не понимаю и кстати хотел бы напомнить что за последние 30 лет нашей независимости бензин подорожал почти в 200 раз цифра мягко говоря удивляет давайте посмотрим как менялись цены за бензин за последние три десятилетия далеком 93 году после динаминации когда казахстан обрел собственную валюту бензин стоил чуть больше одного тенге за литр уже через семь лет эта цифра увеличилась до 50 2011 году перевалило за 100 а вот с 12 апреля этого года цена перешагнет отметку в 200 тенге при этом за 30 лет было всего лишь несколько периодов когда цены снижались но не в общей динамике совсем незначительны что думают чиновники по поводу реальной цены на бензин мы уже поняли чем они это обосновали допустим тоже понятно а вот что думает простой народ спросить кажется забыли но ничего мы поможем наша редакция задала автовладельцам простой вопрос какую цену на бензин они считают справедливой и вот что мы услышали 100 тенге праздничная цена нормально была сейчас хотят подражать подражание дабы до 80 тенге да и почему муж к ней уже привыкли бензин поднимется все поднимется где-то 120 тенге наверно за литр 95 машины же прожорливые у нас поэтому цена нужна это восемьдесят конечно хотелось бы чтоб цена была приемлемая машина нет не знаем много такой классной стране живем наверное хотя бы 90 или 120 тенге 95 как минимум ужасно дорого это все равно что у тебя дома очень много ресурсов и ты ими не пользуешься из всех сен собором падает да уж мнение народа не очень вяжется с мнением чиновников и это понятно ведь учитывая что сейчас и так при не очень высокой платежеспособности населения она еще и уменьшится не надо быть супер экономистом чтобы понять что цены на бензин потянут за собой и удорожание всего остального а зная наши тенденции скорее всего далеко не на тот процент на который повысится цена на бензин но это все-таки мои личные суждения а вот что думают эксперты мы связались с независимым финансовым аналитиком андреем чеботаревым ну это давно назревшее решение которое я предсказывал еще в двадцать первом году у нас рынок gsm очень долго в подарок наследства можно сказать старого казахстана достался с дисбалансированный он неправильный выночная цена бензина она все еще очень далеко от реальности текущее повышение это не рыночная цена если взять прям рыночную цену то бензин не может стоить дешевле 350 370 тенге за за один литр при этом это будет себестоимость все чиновники в один голос твердят что у нас самое дешевое топливо на пространстве снг отчасти они правы но наверное это закономерно для нефтедобывающей страны вы так не считаете приоритете же должно быть обеспечение собственного населения а потом уже экспорт и так далее но здесь еще одна проблема как всегда никто и не догадывался что потребление топлива будет расти и расширение ресурсов нпз будет начато только сейчас а закончится вероятнее всего только тогда когда уже и увеличенной мощности будет крайне мало когда в нашей стране придут к рациональному планированию история как бы еще умалчивает но давайте все же посмотрим на карту цен на бензин на территории снг действительно в казахстане бензин один из самых дешевых но напомним мы сами его производим из собственной же нефти неужели нельзя за счет экспортных цен перекрыть удешевленное внутреннее потребление но это только мои размышления но я ведь не пример и даже не министр радует одно что наши слуги народа не решили ориентироваться на самый дорогой бензин в мире типа мы впереди планеты всей давайте сравняемся с самыми развитыми странами кстати топ-10 стран где продают самый дорогой бензин выглядит вот так но про уровень жизни и покупательскую способность в этих странах я лучше промолчу глупо сравнивать зарплату например в норвегии или швейцарии с казахстанской насколько повышение цен на бензин и дистоплива отвечает интересам народа большой вопрос но то что теперь люди смогут позволить себе гораздо меньше это уже очевидный факт наверное все таки не зря сначала вступил в силу закон об банкротстве физических лиц так какие же меры принимает правительство народные или антинародные давайте спросим у тех кого этот народ недавно и выбрал мы обратились главе фракции народной партии казахстана в мажилисе магираму магирамову говорить о том что у нас низкая цена и у нас вывозят бензин из других стран но выглядит очень неубедительно это мягко сказано будет потому что есть все механизмы для того чтобы защитить свой рынок и это можно применять я хочу просто спросить если у нас цена такая низкая да это же хорошо для наших автолюбителей но вообще в целом для граждан хорошо а в других государствах цена высокая причем тут граждане страны которые теперь должны страдать только потому что в соседних странах высокая цена мы причем тут почему мы теперь должны из-за этого страдать что у нас теперь получится вот такой цепь по цепочке эффект повышения цен на все и мы конечно намерены направить запрос чтобы более вот раскрыли вопрос почему это произошло и как это вообще все будет работать ну а нам остается только надеяться что в условиях такой жесткой и непрерывной заботы государства о своем народе нам всем удастся как-то выжить тем более подчиненный смаилова министр торговли и интеграции серик жумангарин признал что впереди казахстанцев ждут тяжелые месяцы апрель май начало июня когда цены могут еще подрасти ребята это уже даже не смешно если непростой период еще впереди то что было вообще до этого пожалуй фраза поживем увидим в казахстане обретает другое значение доживем ли увидим ли мне кажется вот так вот будет правильнее друзья подписывайтесь на канал и пишите в комментариях что же вы хотите все-таки обсудить вместе мы сможем быть услышаны встретимся прямо по кунаево пока а с дизелем вообще сказал а а все а и не сказала и сейчас ведь даже не докажешь не стесняйся я вот за два года до динаминации родился мне кажется надо повторить